А левая рука у него была занята, но держалась за шею подсудимую. Если бы он даже хотел убить, он это не его рукой заброс, чтобы его укусил, но он этого не хотел. Теперь по показаниям на свете Батагоса. Она показывает, что на мой вопрос, кстати, я еще мог задавать эти вопросы, меня не останавливаю. Батагос говорил, что видел обрез только в разобранном виде. И когда судья спросил, как это в разобранном виде, она сказала, в форме треугольника. Вот об этом она утверждает. А как, что именно нажимал, на какие курки она в оружии не понимает, обрез она видит первый раз. Что он там нажимал. Теперь в пункте про приговоры есть такой немножко кусочек. Что обвиняем Акапе показывает, что подсудимый повалил ее на пол, наставлял обрез в живот и нажимал курки. По моему вопросу, товарищ Светин Батагос сказал, что она видела только, как подсудимый падал на пол, поднялась и убежал. Все. Вот это она видела, больше она не видела. Теперь, значит, по еще одному свидетелю Алшимбая. Товарищ судья Ривиса показывает, что он присутствовал на месте происшествия. Алшимбай показывает, что он дошел только до барной стойки, между барной стойкой и подсобкой, в которой была закрыта дверь. Оставалось еще 6 метров. В это время выбежал Светин Батагос, официант этого заведения. Сказал, что у парня в руке оружие. Он развернулся и ушел, усел за стол. Больше он ничего не видел. Вот и были точные показания. Теперь по показаниям сотрудников полиции, которые якобы находились в оперативной части, при разговоре подсудимого потерпевшего, по телефону разговора, по которому они включали громкую связь и слышали слова, что я тебя не убил, сидел убил. Чем он мог убить в это время оружие? Вытянул это раз. И во-вторых, их трое, этих свидетелей, они показывают разное. Один говорит, что потерпевший позвонил. А, двое. Поэтому не знакомые с этой стороны,